Так, здравствуйте! С вами Козырь Наталья Сергеевна, я кандидат экономических наук, доцент Кубанского государственного университета и заместитель декана по научной работе. С вами мы этот год проходим в рамках дистанционного обучения юниор экономику. Для вас это первое знакомство и, к сожалению, мы не все темы, которые есть в экономике, с вами разберем, вместе с тем потихоньку осваиваем. Итак, начинаем. Сегодня у нас тема «Национальное хозяйство, деньги, денежная система и инфляция». Мы продолжаем с вами рассказ про сказочную страну «Незнайки» и его познание экономики. Мы рассмотрим с вами макроэкономику, экономический смысл денег и понятие инфляции. Итак, макроэкономика – это раздел экономического знания, который включает в себя все, что связано на глобальном уровне нашего хозяйства рыночного. Соответственно, мы с вами должны понимать, как это измеряется, какие показатели используются и что, в принципе, представляет собой наша макроэкономика. Итак, известно, что экономика в очень простом понимании – это безграничные наши потребности и очень ограниченные возможности. Мы с вами рисовали кривую производственных возможностей. То есть, в зависимости от того, какими ресурсами обладает государство, это влияет непосредственно на наши возможности, что мы будем с вами делать. И вот наша сказочная история. Незнайка понял, что экономика – это немного больше, чем просто потратить меньше денег. Для того, чтобы мы могли распределять наши ресурсы, мы должны изначально ими обладать. Итак, экономика в широком понимании – наука, которая изучает, как можно удовлетворить постоянно растущие потребности общества в условиях ограниченных ресурсов. То есть, смотрите, наша задача с вами – уметь количественно оценить все процессы, которые происходят. Но наши потребности, они имеют тенденцию постоянно увеличиваться. Соответственно, мы должны находить интенсивный путь развития, где будет качественное улучшение и восполнение наших потребляемых благ. Итак, экономика начинается с самой маленькой экономики – это наше домохозяйство. В каждой семье есть своя экономика. Далее мы видим, что люди, родители, они относятся к трудоспособному населению. Соответственно, они где-то работают. Есть маленькие компании, есть крупные компании. С организационных правовых форм мы с вами видели масштаб институтов, которые у нас существуют. То есть, субъектов, которые… Любой вид экономической деятельности, он обязательно относится к определенному коду классификатору видов этой деятельности. Итак, мы видим, что у нас есть семья, у нас есть фирмы, есть обязательно регулирующие какие-то инстанции, их очень много. Есть у нас муниципалитет, все вы с каждого муниципалитета к нам приезжаете. И эти муниципалитеты объединяются в Краснодарский край, субъект федерации. Мы, кстати, номер 26 сейчас в списке субъектов федерации, несмотря на то, что на многих машинах мы видим номер 23. Это так, для общего понимания. Так вот, в стране у нас 85 субъектов. И каждая единица, она представляет тоже свою экономику. Для того, чтобы мы могли грамотную политику в стране реализовывать, все субъекты федерации должны слаженно работать между собой. Соответственно, дальше мы видим, что после того, как мы с вами посчитали все на уровне государства, мы открытая система и мы взаимодействуем с зарубежными странами. Соответственно, экономика России тесно вовлечена в геополитические все процессы. И мы имеем дело уже на уровне мировой экономики. Вот как раз на уровне мировой экономики страны, они имеют определенную метрику своих показателей. И она унифицированная. Дальше вся экономика условно разделяется на микро- и макроэкономику, то, что мы с вами изучаем. Микроэкономика – это отдельные компании, фирмы, их деятельность. Это может быть производство товаров, оказание услуг. И, естественно, мы смотрим их взаимодействие. Макроэкономика направлена на изучение в целом. И, безусловно, туда входят все процессы, которые возникают в процессе функционирования всех воздействующих субъектов. Макроэкономика – это часть экономической науки, которая рассматривает поведение экономики как единого организма на уровне государства, который взаимодействует в том числе с зарубежными странами. И чтобы обеспечить этот устойчивый рост и полную занятость ресурсов, мы должны думать постоянно о минимализации уровня инфляции. Сегодня мы рассмотрим с вами в том числе частные случаи. Точнее, это не частные случаи, а мы рассмотрим примеры, как инфляция создается вполне естественным образом. Ну и продолжаем нашу сказку, что не знаю, как я понял, что экономика не является синонимом к слову жадность, а это рациональное поведение всех агентов, которые у нас существуют в рыночном хозяйстве. Вот такой логичный вопрос у нас возникает. Почему макроэкономика, если можно рассматривать всех участников экономического процесса по отдельности? Здесь уже это понятно. Мы должны уметь это сопоставить. И чтобы принимать, планировать экономику страны, мы должны рассмотреть каждый отдельно взятый хозяйствующий субъект в сравнении с такими же по России, с такими же видами деятельности. Тогда мы можем с вами понять, что у нас происходит в стране. Естественно, мы должны рассмотреть все проблемы, которые изучает макроэкономика. И мы с вами смотрим, что основные проблемы – это определение объема и структуры национального продукта и национального дохода, выявление факторов, которые регулируют занятость, анализ инфляции, механизм и факторы экономического роста, исследование внешнеэкономического взаимодействия национальных экономик. Вот для чего мы это будем решать, понятно. Немного из истории. Макроэкономика является достаточно молодой наукой. То есть, если мы говорим про наше мироздание, то 17-18 век – это сравнительно немного времени прошло, как появилось понимание необходимости макроэкономического планирования. У нас же, как плановое хозяйство, формализованное, это возникло только в 30-40-е годы 20-го века. Первый у нас экономист, который посвятил свой труд научной, общей теории занятости, процента и денег – это Джон Кейнс. Ну и труд, соответственно, появился в 1936 году. Это связано было с Великой депрессией, и экономика возникла, макроэкономика, как инструмент планирования народных ресурсов. Говоря непосредственно о теории Кейнса, он утверждал, что успешное управление государством может быть только если полный тотальный контроль со стороны государства. В дальнейшем появились теории, которые в корне говорят противоположное, что успешное развитие государства может быть только, когда государство не вмешивается. Но об этом вы уже можете самостоятельно поизучать. Интересные есть публикации на эту тему. Мы с вами сейчас рассмотрим непосредственные такие простые вопросы, которые связаны с национальными счетами. Мы знаем на уровне, например, домохозяйства, что есть у нас доходы в семье, есть расходы и составляется бюджет. Надо понимать, что доходы всегда равны, точнее бюджет у нас всегда сходится, чем мы располагаем и источник формирования. Если мы очень просто это рассматриваем, то зарплата родителей – это все доходы, а дальше уже перечень расходов, и если остаются какие-то свободные денежные средства, то тогда это может быть мерой накопления. Если же у нас, наоборот, дефицит, то домохозяйство вынуждено пользоваться кредитными инструментами. На уровне государства то же самое происходит. И национальные счета – это система показателей, которые характеризуют производство, распределение, использование того, что произвелось на территории определенного государства. И вот этот учет ведется как в денежном, так и в натуральном выражении. То есть мы можем с вами посмотреть, сколько мы смогли добыть баррелей нефти, и в то же время у нас есть денежная оценка этих ресурсов. Такие счета стали использоваться в Организации Объединенных Наций в статистике с 1953 года, и с 1970 года эта система применялась уже в более 100 странах. Россия, она введена совсем недавно, это в конце 20 века, в 1995 году. То есть, соответственно, вот она уже у нас существует, в этом году будет 25 лет. В национальных счетах обобщена информация об экономических операциях по следующим направлениям. Обязательно учитываются предприятия, домашние хозяйства, государственные учреждения и зарубежные страны. На уровне предприятия это весь поток ресурсов, которым располагает предприятие. Здесь мы видим, что у предприятий есть основные фонды, есть оборотные. Основные они являются долгосрочными, оборотные, это уже попадает в категорию краткосрочных. Если мы говорим про источники финансирования, то на уровне предприятий их три вида. Это капитал собственника, долгосрочные ресурсы и краткосрочные. То есть, в экономике очень большое значение имеет долгосрочность. В принципе, макроэкономика, она и должна учитывать не только подсчет показательный, но и их прогноз. Домашние хозяйства, они прежде всего являются потребителями. Домашние хозяйства не производят товары и услуги, иначе это уже будет у нас другая категория. Если это не учтено у нас в Акведе, то это уже будет категория теневой экономики. Государственные учреждения – это не только администрация, это у нас все социальные институты, это армия, полиция, работники судебных учреждений, наука, образование, где мы получаем общее, дальше у нас идет высшее образование, культура, просвещение, здравоохранение. Другими словами, социальные институты, они имеют общее, это то, что они финансируются государством. Зарубежные страны здесь понятно, это все, что за пределами Российской Федерации, и здесь уже тоже можно определенную группу смотреть. Поэтому национальные счета – это инструмент для изучения совершенствования народно-хозяйственных структур и обеспечения устойчивого экономического роста. Национальные счета – это система показателей, которые характеризуют, понятно, что производство распределения, использование всего, что произвелось на территории. И здесь мы с вами смотрим следующее. Макроэкономические показатели, которые унифицированы и разработаны ООН, они должны отражать качественные изменения в экономике. Это взаимосвязь спроса и предложения, определение экономического равновесия между тем, сколько ресурсов у нас имеется в наличии и как их распределять. Возможность отслеживания уровня денег и занятости социального обеспечения. И в этой связи уровень денег – это отдельная глобальная тема, которая отражает подсчет наших процессов. И деньги – это не обязательно в бумажном виде, они могут быть и в электронном, и также всякие кредиты и инструменты тоже относятся к денежной массе. С помощью макроэкономических показателей формируется экономическая политика, определяется необходимость вмешательств по государству в экономику, вырабатываются меры по снижению уровня инфляционных процессов. Итак, основные подходы к измерению национальной экономики. Это несколько групп. Национальное богатство представляет собой совокупность материальных благ, накопленных за всю историю существования государства. Чем выше объем национального богатства, тем выше материальные возможности общества для развития народного хозяйства. А вот в состав национального дохода включается только вновь созданная стоимость. В западных странах национальный доход определяется путем сложения всех видов доходов. Это не только заработная плата рабочих и служащих. Здесь у нас любая получаемая прибыль, которая в том числе получается домохозяйствами, процент, рента, как в сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере, ну и в сфере услуг. В нашей стране национальный доход не отражал результаты экономической деятельности в непроизводственной сфере. Поэтому с 1988 года в практику экономических расчетов введен дополнительный показатель. Это валовый национальный продукт. Валовый национальный продукт это совокупная стоимость всего объема конечного производства товаров и услуг за год. Он включает в свой состав доход всех предприятий, организаций, как в производственных, так и в непроизводственных сферах. Исчисляется по методике ООН и используется для международных сопоставлений. Что мне здесь хотелось бы добавить? Валовый национальный продукт продукт ВНП это тот термин, который очень часто встречается в олимпиадных заданиях, и вы его просто должны знать наизусть. То есть сначала запомните, и так как на Олимпиаде у вас нет возможности где-то подсмотреть или получить эту информацию, то национальный доход, валовый национальный продукт, валовый внутренний продукт, все это нужно знать так, что в любое время вас спроси и вы должны ответить. Итак, следующий показатель валовый внутренний продукт. Он уже включает в себя результаты производственной деятельности, полученной на территории данной страны, независимо от национальной принадлежности предприятий и гражданства работников. По величине валовый внутренний продукт меньше валово-национального на сумму доходов от использования ресурсов данной страны за рубежом, проценты, дивиденды, заработная плата. Важный нюанс. Валовый внутренний продукт, национальный продукт, национальный доход всегда исчисляется за год. Один календарный год. То есть, мы всегда должны четко понимать, что этот показатель является индикатором экономических процессов государства в течение фиксированного времени. И часто мы в определении забываем добавить, что на приорваловый внутренний продукт это конечная стоимость товаров и услуг, которые произведены на определенной территории, для чего определенной территории внутри государства, если внутренний продукт, за конкретный период времени, равный одному году. Личный доход. Это доход, который получает население на цели личного потребления до уплаты налогов. Он определяется путем вычитания налогов на прибыль корпорации, объема перераспределенной прибыли, и уже к полученной величине прибавляется транспортные платежи населения, пенсии, стипендии, пособия. Довольно часто мы слышим в СМИ про валовый внутренний продукт, его изменения в плановых значениях на будущий год. Обычным людям сложно понять, что это и для чего нужен показатель. Попробуем разобраться и прояснить этот термин еще на примерах. Величина обозначает общевыночную стоимость произведенных на территории государства. Сумма конечных товаров и услуг, которые произведены на государство. Специалисты задействуют в расчетах все отрасли экономики. Здесь не только углеводородное сырье, здесь у нас и возникает санаторно-курортная сфера и сахарное, молочное производство, автомобилестроение, агропромышленный комплекс. Показатель ВВП не зависит от национальной принадлежности произведенных элементов, которые применяются в производстве. То есть, если у нас на территории Российской Федерации существует иностранное предприятие, активно на свою деятельность, то это иностранное предприятие и товары и услуги конечные, так как они произведены на территории Российской Федерации, а предприятие имеет здесь зарегистрированную форму собственности и платит все налоги, то товары и услуги, произведенные этим предприятием, они включены в валовый внутренний продукт, в данном случае Российской Федерации. Валовый внутренний продукт выражается в национальной валюте или пересчитывается в иностранную валюту. Естественно, по курсу валют, сумма, которая внутри государства, мы должны представлять унифицированную систему оценки, то есть мы на отчетную дату переводим по действующему курсу и говорим, какой у нас ВВП. Таким образом, валовая продукция позволяет оценить внутреннее производство страны. При подсчете валового внутреннего продукта можно выявить, насколько успешно ведется внутрихозяйственная деятельность. И в зависимости от этих показателей будет не совсем правильно говорить о том, что кривая производственных возможностей эквивалентно валовому внутреннему продукту. Вместе с тем у них прямая корреляция, то есть взаимосвязь между уровнем валового внутреннего продукта, который у нас внутри страны, и уже валовый внутренний продукт, который у других стран. Безусловно, для сопоставления, так как у нас разное количество населения проживает в каждом государстве. Уже для понимания богатства и благосостояния страны используются показатели валовый внутренний продукт на душу населения. И чем он выше, тем государство является более обеспеченным или богатым. Экономисты выделяют реальный номинальный продукт валовый. Номинальная стоимость считается по ценам, которые в настоящем периоде. Вот, например, валовый внутренний продукт составил 100 тысяч единиц, и мы не знаем, это хорошо или плохо. Для этого мы делаем сопоставимую оценку реального ВВП, которая показывает, что лежит за этими цифрами, и как она изменилась, сравнивая с предыдущим подсчетом. Естественно, вот наши сказки не знаете, все эти рассказывают, помогают ему немного так познавать экономику. Вот. Что здесь мы с вами должны посмотреть? Задачи, которые у вас были на дом. Ответы у вас уже есть, поэтому мы спокойненько будем их рассматривать. Как нам посчитать валовый внутренний продукт? Если у нас в году произвели только торты, ракеты и велосипеды, то торты продаются в размере 10 условных единиц за штуку, ракеты 10 тысяч единиц и велосипед 500 единиц за один велосипед. Чему будет равен реальный ВВП в этом году? Ну и, соответственно, не знаю, как посчитал реальный ВВП, учитывая, что произвели тысячу тортов, одну ракету тортов, простите, и 234 велосипеда. Эта задача у нас рассчитывается ВВП по доходам. То есть, соответственно, мы берем и количество, которое было произведено, умножаем на сумму непосредственно уже денежный эквивалент. Задание здесь несложное. Вот. И, соответственно, мы получаем, что 10 умножить на тысячу, 10 тысяч умножаем на 10 тысяч и 500 умножаем на 234. ВВП может считаться не только по доходам, он может считаться еще и по расходам. Это будем мы в дальнейшем с вами смотреть. Задача номер 2. Вот кончик у нас жалуется, что конфеты подорожали. Здесь условия у вас это известно. Секунду. Решение тоже очень простое. Соответственно, если продавец переносит величину налога полностью на цену товара, то на кого ложится эта ответственность? Это ложится у нас непосредственно на наших покупателей. Соответственно, и конфеты, они подорожают. Вместо 20 рублей будут там стоить 24. Пончику нужно половина килограмма. Здесь уже несложное вычисление. Итого у нас получается 12 единиц. следующее это вставить пропущенные слова. В пропущенных словах ну, здесь уже мы просто по ключам. Знайка написал текст, которым пропущены ошибки. Итак, сегодня мы рассказали незнайке о том, что реальный это раздел так, вот простите, о том, что макроэкономика это раздел экономики, который изучает производственные отношения структуру действия участников в системе принятия решений в целом в рамках отдельной страны или всего мира. В рамках этого раздела существуют доходы к измерению национальной экономики. Одним из основных показателей является валовый внутренний продукт. Сумма всех товаров и услуг в произведенном стране в определенный период. Он может измеряться в реальных и номинальных ценах с учетом инфляции. Какие из ниже перечисленных показателей являются макроэкономическими? Их расшифровать. Ну вот здесь смотрите, мы с вами открыли сегодня в лекции, что валовый внутренний продукт, валовый национальный доход, ой, валовый национальный продукт, национальный доход, личный доход и национальное богатство. Соответственно, инфляция безработица полезна и блага, это немного другая категория. Тестовые задания здесь также у вас выделены, то есть макроэкономика, это направление, которое изучает поведение экономики как единого целого, для того, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост, полность занятости ресурсов и минимизация уровня инфляции. Не является основной проблемой, которая решается в рамках экономики, это полезность блага для потребителя, потому что это уже вопрос индивидуальный. Совокупность материальных благ, накопленных за всю историю существования государства, это национальное богатство. национальный доход один из обобщающих показателей экономического развития страны, но созданная в материальном производстве стоимость. В 95 году прошлого века была введена система национальных счетов и автором труда по становлению макроэкономики является Джон Кинс. Переходим с вами ко второму блоку. Экономический смысл денег, денежная масса, денежные агрегаты, спрос на деньги, предложение денег, денежный мультипликатор и количественная теория денег. Вот в целом что такое деньги? Здесь такой очень простой пример. На занятие я его приводила и считаю нужным повториться. Вот посмотрите пожалуйста, все знают что такое деньги в нашем привычном понимании. Если на этих банкнотах надпись денежка, что там написано, обратите на это внимание. Подсказка. Так написано билет банка России. А теперь представим с вами ситуацию. Предположим, вот билеты банка России. Какие-то. Я беру эти билеты и чтобы с ними ничего не случилось, я их помещаю в сейф и помещаю в сейфах на год. Просто в сейф. Проходит год. Что происходит с вот этими вот билетиками? Ну в лучшем случае на них появилась какая-то пыль. Будет ли это денежка? Что такое деньги? Таким образом бумажечки, которые мы используем для того, чтобы приобретать продукты, оплачивать услуги, это просто бумажки, если они не наделены неким таким вот магическим смыслом. А в чем же этот магический смысл? Смысл в том, что принято это как средство не только платежа и обращения с накопления обмена. Это целая совокупность свойств, которая на уровне государства закреплена не только внутри одного государства, но и между всеми странами. Вот раньше формы обмена вещей были предметом, то есть существовало бартерное хозяйство. То есть у нас не было денег, например, у нас мерой стоимости служили шкурки животных. И чем больше у вас шкурок животных, тем вы богаче. И шкурки животных вы могли обменять на любое благо, которое вам нужно. Важнейшим недостатком такого обмена был сложный поиск того, кто захочет приобрести именно этот продукт. Ну, данный в случае шкурки. То есть они не являются унифицированными. В зависимости от территории есть те или иные ценности. Вот если бы нашему герою шпунтику был не нужен трехколесный велосипед, который есть у незнайки, а нужен был телескоп, которого нет у незнайки, то незнайка остался бы без сана. С переходом в чем здесь смысл? в том, что менять долго один товар на другой в поисках именно нужного блага продавцу, назовем его так, который располагает ресурсами, которые интересны вам, это долгий процесс. и естественно это повлияло на то, что у нас зародились деньги. И с переходом к товарному обмену эта острая потребность она все больше ощущалась. Универсальным средством обращения, которое измеряет ценность любого товара, и как раз послужили эти деньги. Это были там меха, скотт, янтарь, которые наиболее ценные товары. Дальше появились какие-то уже первые монеты. Ну и чуть позже пришли первые монеты имеется ввиду это могли быть камешки, деревяшки. И уже на смену им пришли золотые и серебряные монеты. Естественно золотые и серебряные монеты они имеют большую ценность и в смысле они как раз и несут себе ценность. И успешно у нас так развились денежные отношения. Развитие товарного обмена происходит путем смены следующих форм стоимости. Простая единичная или случайная которая соответствовала на ранние ступени обмена, когда он носил случайный характер и один товар обменялся на другой лишь изредка. Например все менялось на шкурку животных. Полная или развернутая форма стоимости является результатом развития обмена и общественного разделения труда, когда отдельные общины стали заниматься сельским хозяйством и другие скотоводством. Всеобщая форма стоимости это уже выделение из товарного мира отдельного наиболее ценного товара и пиварента который уже начинает быть мерой стоимости. В Древней Греции это был скот на руси меха. Денежная форма стоимости связана с выделением в результате развития обмена благородных металлов в качестве именовых денежных знаков. Таким образом деньги это особый общественно признанный товар всеобщий эквивалент который появился в результате развития обмена. Экономический смысл денег кроется в их функциях и они имеют меру стоимости средства обращения средства платежа и мировых денег. Также это средства накопления. Но накопление в данном случае будет если мы денежные ресурсы помещаем в соответствующие кэгитно-денежные институты. Если же у нас вот пример что это билетики Банка России и мы их просто положили то это не является накоплением. Итак мера стоимости это соизмерение ценности различных товаров и услуг в денежном выражении. Например если мы хотим купить самки которые стоят 140 условных единиц то по вот этой цене мы видим что у нас является дороже что дешевле. Выполняя функцию средства обращения деньги выступают посредником при обмене товаров и услуг реального присутствующей на рынке. Например как раз обеспечивая купли продажи. Функция средства наполнения это способность денег использовать часть стоимости проданного сегодня товара для будущей покупки. Функция как средства платежа накопления простите функция как средства платежа связана с развитием мировых торговых отношений и развитием кредита появлением других финансовых инструментов таких как вексель и это появилась возможность оплачивать купленный товар на срочку. Мировая функция денег здесь уже всеобщая признанная и позволяет странам обмениваться между собой не только товарами но и услугами в этих рамках международных экономических отношений. Средством выражения стоимости товара всеобщим средством обращения платежа. Денежная масса это запас денег государстве. Денежная масса обслуживает движение денежных потоков которые называются денежным обращением. Совокупность денег в данной стране у правительства фирм банков граждан на счетах формирует национальную денежную массу. Денежное обращение как совокупность денежных потоков делится на наличное и безналичное. Наличное это естественно то что мы физически можем ощутить то есть это как раз есть билетики банка России. Если безналичное то это те средства которые уже у нас на пластиковых картах или хранятся в кредитных учреждениях. Денежная масса так денежное обращение безусловный процесс на стране и в условиях когда ненадежная банковская система или неразвитое рыночное хозяйство соотношение наличной и безналичной денежной массы оно меняется. Денежную массу делят на агрегаты М0 и М1 в которых входят различные виды денег. Денежные агрегаты это группировка банковских счетов по степени быстроты обращения средств на этих счетах в наличные деньги. Чем быстрее средства на счетах можно перевести в денежную форму тем более ликвидными считается агрегат. то есть ликвидность это способность товара благо обналичить. Что здесь нужно сказать? Денежная масса это запас денег государстве. Денежная масса обслуживает движения денежных потоков которые называются денежным обращением. совокупностей денег в стране вот простите система агрегатов денежной массы представляет собой несколько видов. На самом деле их 0 M1 M2 M3 и M4 туда попадает то что не вошло в эти предшествующие группы. Денежные агрегаты виды денег средств отличающиеся друг от друга степенью ликвидности. M0 это самое ликвидное M3 это то что требует определенного времени для того чтобы обналичить. Показатели структуры в разных странах они сопоставимы. M0 это наличные деньги M1 это наличные деньги чеки вклады до востребования. M2 наличные деньги чеки вклады до востребования и небольшие срочные вклады. M3 наличные деньги чеки и любые вклады. Предложение денег это количество денег которое находится в обращении в экономике страны. Размер предложения денег выступает важнейшим фактором который определяет масштаб расходов в народном хозяйстве. Для измерения объема денежного приложения используются как раз денежные агрегаты. Предложение денег контролируется центральным банком путем денежной эмиссии регулирования выдачи денег в суду коммерческим банком через установление учетной ставки. Ставка рефинансирования это раньше было, сейчас это ключевая ставка центрального банка. ну дальше мы видим что если в нашу сказочную историю вернуться если бы Скуперфильд был главой центрального банка и нужно было сократить предложение денег то для этого была бы установлена высокая ключевая ставка чтобы коммерческие банки отдали больше денег Скуперфильду и меньше клиентам. Скуперфильд закроет деньги в надежном банке и предложение денег в стране сократится. Если в качестве своей тактической цели Скуперфильд установит некое фиксированное предложение денег которое поддерживается на данном уровне независимо от того что будет происходить с процентными ставками то кривая предложение денег будет вертикальной линией. Вот. Если тактическая цель это простите стабилизация процентной ставки по меньшей мере в краткосрочном временном интервале на некотором фиксированном уровне вне зависимости от измерения количества денег то кривая предложение будет горизонтальной. если же центральный банк не устанавливает тактических целей ни для величины предложения денег ни для значения нормы процента и допускает расширение масштаба предложения денег по мере того как растет норма процента то кривая предложения денег будет вот кривой которая будет пропорциональная зависимость между ставкой процента и количеством. чтобы наиболее точно характеризовать этот процесс используется денежный мультипликатор это числовой коэффициент который показывает во сколько раз возрастет либо сократится денежное предложение в результате увеличения либо сокращения вкладов в кредитную денежную систему на одну денежную единицу. Коэффициент мультипликатора рассчитывается за определенный период времени обычно за год и характеризует насколько увеличится денежная масса в обороте за этот период. Управляя денежным мультипликатором центральный банк осуществляет денежно-кредитное регулирование в стране и расширяет или сужает эмиссионные возможности коммерческих банков. Эмиссия это как раз и есть выпуск денег печатания этих банков России на слоночках. Различное влияние денег на экономику рассмотрено непосредственно в экономических теориях. Одной из них является количественная теория денег. На этом мы с вами подробно остановимся. Количественная теория денег это теория которая устанавливает прямую связь между предложением денег и общим уровнем цен в экономике. Основное тождество которое лежит в этой теории впервые введено Фишером в 1911 году. Согласно уравнению у нас запас денег умноженный на скорость обращения равен общему уровню цен и числу сделок и общий объем предложения товаров услуг. Смотрите в чем тут смысл. То есть вот это вот тождество за некоторый период времени должно как раз быть равно денежной ценности произведенных товаров. Все четыре величины определяются таким образом что тождество выполняется. Тем не менее это тождество может быть обращено в уравнение которое допускает проверку если предположить что в какой раз обращение денег является постоянной или изменяется очень медленно. То есть если у нас мы можем одной и той же бумажечкой расплатиться давайте вот в общественном транспорте. Эта же бумажечка в дальнейшем может использоваться для выдачи зарплаты сотрудникам общественного транспорта. Мы можем одну и ту же бумажечку многократно использовать билет Банка России при разных ситуациях которые у нас возникают. Соответственно если у нас многократное использование денежных средств денежных банкнов то у нас нет необходимости с вами под каждый процесс выпускать денег. Соответственно мы что с вами получаем что вот эта скорость обращения денег если мы можем ее высчитать она нам позволит минимизировать выпуск эмиссию денежных знаков. Ну и теперь давайте перейдем к нашим задачам. В этот раз они были несложны. Помогите незнайке расположить в порядке убывания их ликвидности следующие предметы. Напоминаю что ликвидность это способность благо поменять на деньги. Солнечный так телескоп золото в кармане у незнайки ржавый велосипед. Ну и естественно мы видим что золото имеет самую большую ликвидность. Дальше мы сможем продать телескоп и уже под сомнением у нас возможность реализации ржавого велосипеда в связи с чем по ликвидности он уже будет на третьем месте. Шпунтик не может понять какую функцию осуществляют деньги в разных ситуациях. Он выписал их все в табличку. В левом в толпце записаны ситуации а в правом надо писать функции денег в этой ситуации. ну и естественно ответы. Если в первом случае шпунтик получил от незнайки 400 рублей и спрятал их то это будет средство накопления. Если он сохранил. Ну тут смотрите речь идет о том что это вот на краткосрочный период то есть возможно он копит на покупку автомобиля. Второе незнайка хочет купить телескоп который стоит 3000 единиц. В данном случае деньги являются пониманием размера ресурсов в данном случае денежных которые нужны на приобретение. пончик купил 1 килограмм конфет это средство обращения он поменял денежные знаки на любимые конфеты и скуперфильд занял 200 единиц узнайте это уже будет средство платежа он может потом вернуть деньги. Сколько денег в обращении на луне? В обороте на луне находится 10 тысяч товаров по цене 20 условных единиц за один товар в среднем каждая условная единица 3 раза используется для приобретения товара сколько денег должно находиться в обороте на луне? Из уравнения фишера мы помним что mb равно p умножить на t соответственно мы выводим уравнение где у нас слева остается масса искомая ну и скорость обращения идет за знаменатель в правую сторону естественно у нас поставляем мы все неизвестные и получаем что нужно 66 тысяч шестьсот 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 целых и семьдесят условных единиц если у нас будет с вами скорость обращения пять раз то сократится количество денег которое нам необходимо для того чтобы все экономические процессы на луне были осуществлены знайка посчитал сколько денег есть государстве это у нас записано в таблице ну и соответственно дальше мы должны на основании этих данных определить величину М1 М2 и М3 все просто М1 это наличные деньги и чековые вклады М2 это мы предыдущую цифру добавляем бесчековые сберегательные вклады небольшие срочные вклады М3 это крупные срочные вклады добавляются к М2 текстовые вопросы особый общественно признанный товар всеобщий эквивалент появившийся в результате развития обмена безусловно это у нас деньги функция средства накопления сокровища это способность денег участвовать в процессе формирования распределения перераспределения национального дохода образования сбережения населения ну и формулу у нас вывел Фишер в количественной теории денег денежный мультипликатор это тип построения рынка при котором на нем имеется простите Б это увеличение денег в ритме действия определенного коэффициента соответствие устанавливаем здесь все просто простая или случайная это ранняя ступень обмена когда он был случайный характер и один товар обменился на другой из-за редка отдельные общины стали заниматься сельским хозяйством а другие скотовой это уже полная или развернутая стоимость выделение из товарного мира отдельного наиболее ценного товара эквивалента который начинает на местном рынке убирать рудень всеобщая форма стоимости и развитие обмена благородных металей в качестве миновых денежных знаков денежной стоимости переходим мы к третьей теме точнее к третьей параграфу понятие инфляции инфляция спроса инфляция сдержек основные концепции инфляции антиинфляционная пальматика здесь мы видели что в нашей сказочной стране желание богатиться и нежелание учиться привели к решению напечатать огромное количество денег однако последствия оказались прямо противоположными целями огромное увеличение денежной массы в стране привело к затяжному кризису снижению реальной и заработной платы работников искажению системы налоговых ставок обесцениванию убережений и негативным последствиям которые охватили все стороны общественной жизни и не только экономической и соответственно изучая основы экономики мы понимаем что инфляция это процесс обесценения денег вызванный превышением денежной массы над всей совокупностью товаров которые сопровождаются падением их покупательской способности и появляющиеся в виде долгосрочного роста цены товара и услуг по характеру форме проявления инфляционного процесса бывает открытая инфляция причем не сдерживаемый свободный и продолжительный рост цен скрытая или подавленная инфляция государство устанавливает жесткий контроль над ценами в условиях товарного дефицита одновременно растут цены на черном рынке в данном случае обесценение денег выражается в дефицитах и очередях инфляционный шок одномоментное резкое повышение цен по сфере распределения бывает локальная проявляется в границах одной страны и бывает мировая инфляция охватывает группу стран либо экономические интеграции либо всю глобальную экономику по темам повышения роста цен бывает ползучая умеренная инфляция цены поднимаются постепенно рост цен 10-15% в год но неуклонно или при умеренном темпе галопирующая инфляция характеризуется быстрым или скоскабы разным ростом цен гиперинфляция то есть катастрофический рост цен более 50% в месяц это мы наблюдали в конце 20 века в 90-е годы Российской Федерации гиперинфляция вызывает край нежной системы парализует хозяйственный механизм поскольку резко усиливает бегство от денег с целью превращения их в товары что еще больше провоцирует увеличение цен разрушаются экономические связи и осуществляется переход к партерам и обмен по степени сбалансированности роста цен бывает сбалансированная инфляция цены различных товарных групп относительно друг друга остаются неизменными в этом случае ежегодному росту цен соответствует рост статки процента что равнозначно экономической ситуации со стабильными ценами несбалансированная инфляция цены различных товаров постоянно изменяются по отношению друг к другу причем в разных пропорциях экономика разбалансирована по степени ожидания роста цен ожидаемая инфляция может быть спрограммизирована на какой-то период и неожидаемая инфляция характеризуется внезапным скачком цен в такой ситуации если экономики уже существуют инфляционные ожидания то внезапный скачок цен может спровоцировать дальнейшее инфляционное ожидание которое может также провоцировать рост цен в зависимости от природы возникновения инфляция спроса бывает когда совокупный спрос растет больше чем производственный потенциал экономики и инфляция вложений и сдержек здесь уже как следствие повышение сдержек на единицу продукции можно выделить ряд возможных причин возникновения инфляции несбалансированность государственных доходов и расходов которые выражаются в дефиците государственного бюджета это приводит к росту массы денег в обращении следовательно к росту цен то есть смотрите делать дополнительную эмиссию денег это всегда губительно для экономики потому что в любом случае мы с вами получим прирост инфляции прирост показателей инфляции неразумная налоговая политика поскольку при повышении ставок налогов или вводе новых налогов происходит либо сокращение положений из-за нерентабельности производства что усиливает давление на рынок спроса либо издержки учитывается при формировании цены выпускаемого товара причем первый и второй варианты приводят к повышению цен рост ценно-мировых рынков при так называемой открытой экономике страны также влияет на увеличение инфляции например в 99-м году решение экспортеров нефти о сокращении добычи привело к росту цен на импортируемую нефть а далее по технологической цепочке на многие другие товары адаптивные инфляционные ожидания это когда население живет в условиях страха нового кризиса рассчитывает на дальнейший рост цен делает покупки в пырок производители же опасаются что цена на сырье оборудование комплектующие в дальнейшем будет повышена закупают также дополнительные ресурсы то есть увеличивает скупку и поднимают цены теперь мы с вами давайте на графике хорошо посмотрим инфляцию спроса это уже будет непосредственно у вас на олимпиадных задания итак инфляция спроса она порождается избытком совокупного спроса за которым по определенным причинам не успевает производство избыточный спрос приводит к повышению цен создает возможности для увеличения прибыли предприятий предприятия расширяют производство привлекают дополнительную рабочую силу и экономические ресурсы растут денежные доходы владельцев ресурсов что способствует дальнейшему росту спроса и росту цен предположим что экономика функционирует в условиях полной занятости вот это вот условие что полной занятости это существенное дополнение при котором будут работать те правила которые у нас на рисунке так наверное там моя картинка меня она откладывается на рисунок должно быть вам видно смотрите спрос это как мы пишем буковку с линия которая у нас обратно пропорционально уровню цен и реального объема производства то есть чем выше так спрос у нас повышается с AD нулевого переходит в AD первое предложение соответственно у нас остается неизменным в этом случае естественно у нас происходит рост цен при этом же объеме производства и формируется дефицит таким образом мы видим с вами инфляцию спроса то есть это вот некие увеличение стоимости цен вследствие возросшего спроса на товары при неизменном объеме производства экономика пытается пратить больше чем она способна производить она стремится к какой-то точке которая лежит за кривой производственных возможностей производственный сектор не в состоянии ответить на этот избыточный спрос производственный сектор должен функционировать повторимся что в условиях полной занятости поэтому объем производства остается прежним оцин увеличивается сокращая появившийся дефицит причины инфляции спроса это может быть милитаризация экономики то есть наращивание военных ресурсов и чрезмерный рост военных расходов дефицит государственного бюджета рост внутреннего государственного долга покрытие дефицита бюджета происходящее путем займов на денежном рынке кредитная экспансия банка правительству России предоставления кредитов импортируемая инфляция инфекционная население происходителей выражается в том что приобретении товаров происходит сверх нужной потребности из-за боязни повышения цен и есть другое понятие такое как инфляция и сдержка который также у нас провоцирует и увеличение уровня цен здесь уже у нас издержки это как мы буковку п пишем кривая соответственно восход соответственно Q количество нулевое это стартовое значение предложения Q первое это у нас сократилось предложение товара спрос у нас неизмен в этом случае в этом дальше что мы с вами видим что при сокращении издержек естественно мы по кривой спроса перемещаемся и мы получаем увеличение цен причинами инфляции издержек могут выступить рост цена сырье то есть мы не можем с вами мы не можем с вами у нас ограничены ресурсы для закупки и соответственно мы ограничены выпуски для того чтобы выпустить нам те же велосипеды нам нужно закупить какие-то комплектующие тот же металл он поднялся в цене мы его можем купить меньше олигополистическая политика ценообразования неоправданный рост заработной платы и рост налогов как правило больше связано с ростом цен на факторы производства издержки производства возрастают перекладывается цена на выпускаемый продукт и если продукция является ресурсом для какой-либо фирмы то она вынуждена повышать цену другой вариант развития событий возможен если из-за высокой эластичности спроса на товар предприниматель не может повысить цену в этом случае его прибыль уменьшается часть капитала из-за падающей доходности покидает производство и уходит в распоряжение инфляция предложения возникла в результате изменения издержек на единицу продукции и измерения рыночного предложения товара в этом случае отсутствует избыточный спрос и издержки на единицу продукции расход по причине подорожания сырья полуфабрикатов рост заработной платы при этом рост уровня цен на готовую продукцию отстает от роста издержек предприятия в результате теряют прибыль или даже могут иметь убыток производство закрывается при этом снижается предложение товаров отсюда и рост цен если правительство не регулирует инфляцию предприятия не снижает налоги то в итоге экономика остановится и произойдет экономический крах вместе с тем инфляцию можно показать виде спирали которая связана с тем что рост производительности труда падает заработная плата растет издержки производства растут цены растут рост заработной платы естественно но это вот реальная заработная плата падает все идет по вот этому загнутому кругу и выход может быть только при осуществлении заморозки цен или прекращения повышения заработной платы взаимосвязь между инфляцией и безработицей это явление которое характеризует экономическую нестабильность и отражается в кривой филипсе кривая филипса показывает взаимное изменение уровня безработицы инфляции в экономике и означает что инфляция высока при низкой безработице и низкая при высокой безработице в краткосрочном периоде существует обратная зависимость между инфляцией и безработицей снижение безработицы увеличивается в оккупный спрос одновременно вызывает напряженность на рынках труда спрос увеличился а свободной рабочей сил нет и товаров производства не может быть расширено превышение спроса над возможностями расширения производства дефицит рабочей силы вызывающий необходимость повышать заработную плату и следовать на увеличение сдержек производства ведут к росту цен что порождает инфляцию наоборот снижение цен имеется своим последствием падение доходности производства сокращение его масштабов что вызывает рост численности безработных кривая филипса дает возможность правительству найти комплекс некий компромисс между темпом инфляции и уровнем безработицы оценить последствия проведения того или иного курса антиинфляционная политика это комплекс мер по государственному регулированию экономики который направлен на борьбу с инфляцией антиинфляционная политика включает активную политику где направлено на ликвидацию причин вызвавших инфляцию и адаптивную политику которая приспособление к инфляции в течение отрицательных последствий в свою очередь активная инфляционная политика подразделяется на монетарные рычаги контроль за денежные эмиссии осуществление текущего контроля за состоянием денежной массы путем операций на открытом рынке и резервной политики недопущение эмиссионного финансирования госбюджета пересечения обращений денежных суррогатов и проведения денежной реформы конфискационного типа если извлечь деньги из обращения то это эффективный инструмент снижения инфляции безусловно это ухудшение социально-экономических условий всех домохозяйств которые у нас есть существуют но может использоваться именно как мера которую часто используют государства и вот мы завершаем с вами немонетарные рычаги направлен направление против инфляции спроса дефляционная политика это уменьшение госрасходов увеличение налогов сокращение дефицита госбюджета переход к жесткой кредитно-денежной политике стабилизация валютного курса путем его фиксирования в то время как адаптивная инфляционная политика включает в себе индексацию соглашений с предпринимателями и профсоюзами о темпах роста цен и зарплаты прочие меры направлены на смягчение последствий инфляции темы у нас сегодня были непростые резюмировать про инфляцию следует сказать что инфляция она имеет очень сложную природу которую вы в ваших задачах олимпиадных будете решать на уровне государства это целые отделы макроэкономического планирования обычно это в центробанке где изучают все возможные причины инфляции например у нас из-за границы поставляется ну давайте какой-нибудь вид продукта необходимые для производства не продукт и комплектующие вот пусть это будет текстиль ткань да будет ткань естественно при повышении курса валют нам эта ткань будет доставаться дороже нежели мы ее покупали ранее это повлияет на всю промышленность легкую потому что если мы купили ткань дороже то она автоматически повышает стоимость всего нашего производства и в конечном счете потребители будут платить больше в то время когда ход предприятия никак не увеличится то есть вот эти издержки они будут как раз направлены на увеличение тех ресурсов которые дополнительно потребовались для приобретения комплектующих естественно повышение этих цен влечет к тому что мы при наличии скажем бюджета семьи 100 единиц покупая там полотенце постельное белье одежду все что у нас из текстиля сделано мы уже тратим не 3 единицы а условно там 5 единиц то есть у нас уже сокращается располагаемый наш бюджет для пополнения наших потребностей естественно это затрагивается и в других сферах вот и эти все маленькие такие процессики они приводят глобально к тому что происходит обесценение денег то есть инфляция она как раз и показывает что насколько инфляция в год насколько мы стали беднее если мы при этом с вами индексируем и увеличиваем заработную плату мы с вами увидели что это не приводит к решению проблем это порождает новые витки инфляции то есть смотрите если у нас ткань увеличилась в стоимости то в смысле комплектующие то и конечный товар у нас тоже повышает стоимость если мы поднимаем стоимость нашим работникам потому что на рынке теперь цены дороже точнее мы должны проиндексировать и зарплата которую располагают работники она уже не соответствует тем не позволяет обеспечить минимальный прожиточный минимум мы поднимаем эту зарплату естественно эта зарплата ложится издержками в процессе производства и она приводит опять к удорожанию стоимости товара и в конечном счете даже увеличить и это происходит по всем сферам в конечном счете увеличение этой заработной платы приводит лишь только к увеличению нашей инфляции потому что все товары продолжают дорожать и это бесконечный процесс который государство должно контролировать поэтому из теории регулирования экономики мы с вами посмотрели сегодня только кельца где должно быть непосредственно участие государства вмешательства в экономику для того чтобы мы могли успешно управлять нашей рыночной системой и вот наши заключительные задания которые у вас уже имеются ответы сложным у вас будет итоговое тестовое задание здесь у нас пока все просто в стране солнечный остров уровень роста цен за год достиг уровня 19% определите уровень инфляции в этом солнечном острове каким последствиям может привести данный уровень инфляции какой у нас тип инфляции однозначно это галлопирующая потому что 19% это очень большой показатель возможные последствия это наступление инфляционных ожиданий то есть у нас будет в том числе инфляция спроса при неизменном предложении понимая что наши деньги обесцениваются мы с вами побежим скупать гречку туалетную бумагу что еще муку масло растительное вот это в конечном счете приведет к увеличению цен на эти все товары мы ну можно кроме продуктов скупать уже долгосрочные какие-то активы недвижимость если есть возможность автомобили квартиры если есть возможность только для того чтобы сберечь деньги от бессиминга задание второе кончика имеется сумма 21500 антиков и годовая инфляция составляет 8% сколько через 4 года понадобится пунчик сантиков для того чтобы купить столько же конфет сколько можно было бы купить на эти деньги которые у нас сегодня здесь надо понимать что задачи жесткого условия в рыночном хозяйстве чуть-чуть это по-другому здесь подразумевается что дорожать эти конфеты будут пропорционально вот этому обесценению денег итак пусть одна конфета у нас стоит x сантиков тогда на эту сумму что у кончика он может купить 21500 деленное на x на протяжении 4 лет стоимости конфеты увеличивали следующим образом каждый раз они увеличиваются на 8% то есть на 8% это плюс 8% или 1 сотая от того числа вот мы видим что первый, второй, третий, четвертый год и через 4 года конфета стала стоить приблизительно 1,36 x тогда для того чтобы купить ну мы увидели сколько конфет мы его делим точнее умножаем и получается что 29245 сантиков ну здесь вставить задание в смысле вставить пропущенные слова из-за избытка денежной массы в зеленой в стране правительство начало политику дефляции данная ситуация повлекла за собой рост предложения на рынке труда экономисты назвали инфляцию в зеленой стране галлопирующей так как темпы достигли 20% эксперт называет причину инфляции монополию профсоюзов при определении уровня зарплаты также для стабилизации ситуации было принято решение увеличить налоги цветочная сторона в экономике цветочной страны зафиксированы темпы инфляции и выявлен ее причины здесь тоже ничего такого сложного мы видим что к причинам относятся несбалансированность государственных расходов и доходов рост цен требует для обращения еще большего количества денежных знаков и рост расходов государства нафиксирован на общенациональных экономических и социальных программ оборонная система образование экология помощь безработных содержание государственного аппарата верны ли утверждения ну здесь надо сказать что инфляция все общество несет потери в равной мере никак нет в этом вся и сложность что при инфляции обесценение денег у нас оно происходит неравномерно в зависимости от субъектов и это сказывается на потере контроля управления инфляционными этими ожиданиями государства и еще больше обесценения денег некто взявшие деньги взаим под процент меньший уровень инфляции выиграет от данной сделки да это утверждение правильное если уровень инфляции составит 20% в год то такая инфляция называется умеренной нет естественно что если она составляет 20% то это уже у нас речь идет о галактирующей инфляции последствиями гиперинфляции является разрушение финансовой системы натуральный обмен разрушение инвестиционного механизма да и при гиперинфляции цены растут за год на 50% это не дальше здесь тоже все просто зависимость между темпом инфляции уровня безработицы она обратная в экономике бывшего советского союза существует скрытая инфляция цены никогда не менялись они были фиксированы но мы понимаем что определенный уровень инфляции также должен быть для экономического роста безусловно речь идет о минимальном проценте и это существует но такие данные они были скрыты что произошло со средним уровнем цен в стране за год если статистика констатировала годовой темп инфляции в данной стране составит 400% но это значит что 5 раз выросло от от инфляции пострадает больше всего врач получающий фиксированную заработную плату и если повышается цена на сырье растет заработная плата рабочих объем производства и занятость снижается это уже у нас инфляция и сдержит что хотелось бы сказать спасибо большое что вы внимательно решаете задачи проявляете активность и изучаете экономику наше заключительное с вами занятие будет включать в себя вопросы олимпиадных задания безусловно потом мы с вами рассмотрим все ответы вопросы уже будут похожи то как вы будете решать задания когда перейдете обучаться в 9 класс и смотрите мне очень хочется чтобы вы дополнительно самостоятельно продолжали ваше познание мы рассмотрели с вами незначительное количество тем и мы выбрали те темы которые однозначно всегда есть в олимпиадных заданиях но концепция построена таким образом чтобы просто дать вам какое-то представление и вы не боялись новых терминов когда вам уже столкнется решать сложные задачи для Всероссийской Олимпиады школьников по экономике поэтому еще раз хочу поблагодарить вас за внимание смотрите дополнительные видео по каждой теме темы вы можете со мной связаться также по телефону 8-918-468-2400 это у нас пожалуйста пишите на WhatsApp подписывайтесь вконтакте на группу наука эконома Кубанских государственных университетов мы поможем вам оперативно решить все вопросы которые возникают мы контактируем и будем очень вам благодарны если вы расскажете например что вам хотелось бы еще пройти дополнительно мы посмотрим может быть еще повесим специально для вас лекции задания и другой материал который поможет вам для подготовки не забывайте о том что на сайтах в том числе и в центре одаренности мы можем видеть олимпиадные задания прошлых лет всегда после проведения олимпиады размещается не только олимпиадное задание ну и разбор задач которые там решались и если вы самостоятельно будете рассматривать те задания которые решались ответы спрашивайте как это решалось мы поможем вам найти эти ключи понимания то только в этом случае вы сможете достигнуть тот уровень чтобы выиграть российскую олимпиаду конкуренции у вас между собой нет если вы набираете все высокий балл вы все проходите к сожалению у нас в этом году только один школьник смог этот порог переступить и здесь мне хотелось бы настоятельно порекомендовать вам готовиться лучше и проверяя задания мы столкнулись с тем что есть ребята которые хорошо решают задачи но они потеряли свои баллы на тестах невнимательно читали и не перешли этот порог чтобы их позвали на Россию и есть наоборот как-то интуитивно ставят тесты правильно а задачи решать не не необходимо подтягивать эти два компонента чтобы в дальнейшем мы могли гордиться вашими победами и в течение этого года мы сами начали изучать экономику в дальнейшем у нас есть курсы которые и выходного дня и дистанционное обучение обращайтесь чтобы вас нам не вычисляли и уже с группой педагогов вы продолжите подготовку и мы будем очень рады вас видеть виде призеров всероссийских олимпиад вот сейчас вот в таком формате у нас записана лекция здесь понятно что вживую это по-другому и комфортнее общение мы так пока привычены поэтому вопросы которые у вас возникают смело звоните пишите мы их разберем я на связи Козырь Миталия Сергеевна экономика заучный мюниор до новых встреч и надеюсь что уже когда вам надо будет заключить метап пишать мы уже это пройдем очно здесь спасибо большое за внимание мюниор мюниор мюниор